Друзья, всем огромный привет из Геленджика, с вами канал Геленджик Лайф, Михаил и Виктория. Давайте сегодня погуляем в этот прекрасный солнечный день по Геленджику, дойдем в сторону центра, посмотрим сколько людей на набережной и на пляжах, посмотрим какое сегодня море чистое, грязное, ну и просто прогуляемся. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет интересно. Находимся мы сейчас на пресечении Геленджикского проспекта и улицы Маячная. Двигаться будем в сторону центра. В этом году нас здесь высадили пальмы, вот так вот они растут, украшая этот перекресток. Ну а мы будем двигаться вниз от Геленджикского проспекта по улице Маячной. Пальма называется Тарахикарпус. Сейчас прям кто-то кайфанет вот от этого названия. Ну да. Я уверен прям. Двигаемся налево. Запускаемся помоять себя вниз. Сегодня жарко, на улице плюс 28, море у нас теплое. Вчера мы ходили по набережной, видео не снимали, но могу сказать, что водичка была в бухте грязновата. Мне кажется, все это происходит из-за того, что сюда пришли со стороны Туапсе и Сочи вот эти вот грязные воды, потому что течение идет как раз-таки со стороны Сочи в сторону Геленджика. Вчера много было. И маленьких деревяшек, встречался какая-то бумага, пакеты мелкие. Да и само море было такое рыжеватое, коричневатое. Вот. Ну а мы с вами проходим мимо двух санаториев, пансионатов. Вот пансионат Кавказ, справа от вас. С этой стороны. И санатория имени Ломоносова по левую руку. Везде высокие заборы. Особо ничего красивого не покажешь. Смотрите вперед. Там где-то вдалеке виднеется уже наша Черная моря. Вовсю слышен шум цикад. В Геленджике начался период пения этих удивительных мух. Почему я назвала их мухами? Потому что они похожи на слепней. Даже не на слепней, а на оводов внешне. Ну, паутами звали всегда. Ну, пауты, оводы. Они одинаковые. Вот. И единственное, что они не кусаются. Но зато у них, знаете, крылышки, как у стрекозок, такие полупрозрачные и очень такие жесткие. Именно этими крылышками они и воспроизводят этот стрекот. Кстати, многие их не видят, когда они буквально находятся даже вот в метре от вас. Слышно отлично, но у них отличная маскировка. И если они сядут на стволе дерева, их просто очень трудно заметить. Я уже глаз у меня наметан. Я вижу их буквально очень быстро, их определяю. А кто-то разрядывает деревья и не может найти, откуда же это все издается. Так что можно так зрение проверить. Ну да, или внимательность. Ну, как всегда, жалуются в Геленджике на загруженность улиц. Просто невозможно нигде проехать. Все улицы города заставлены автотранспортом. И, конечно, это привносит свои моменты в передвижении по городу. Например, даже летом мы стараемся особо не выезжать на машине, потому что проехать бывает зачастую невозможно. И потом поставить машину на парковку тоже практически нереально. Мы уже почти дошли до моря. Вот виднеется там впереди синяя полоска. Ну, у нас тут засвет немножко на камере. Ну, вот я его вижу. Да, погода хорошая. Это любимое почему-то время именно курортников. Они приезжают в этот период лета. Хотя, по мне, я бы, наверное, все-таки выбирала либо начало лета, либо где-нибудь к концу. Потому что сейчас народу очень много. Гостиницы переполнены. В гостевых домах тоже трудно найти место. И даже вот квартиры, которые сдавались у Михаила, тоже вот июль, начало августа. Прям все забронировано очень плотно. Если вы хотите отдохнуть в Геленджике со середины августа и в сентябре, то можете обращаться к Михаилу. Есть свободные варианты. Номер его телефона 8 928 424 87 24. Он вам поможет с этим. Я понимаю, что многих отпуск, он как бы образуется как-то спонтанно. То есть отпустили на работе на линии, вот мы хотели поехали. Но вы не забывайте, если приезжаете с детьми, и там приезжаете в Генеджик, но еще не определились с жильем, вот хуже нет в дороге, думать о том, куда заселишься, в полную неизвестность. Лучше, конечно, заранее позвонить, хотя бы там за неделю назад, две недели. И уже спокойно выбрать подходящий вариант, его забронировать и приехать уже в готовую квартиру туда, где вас ждут. Поэтому, если есть возможность, лучше звоните заранее. Если нет, ну, будем удовольствоваться тем, что есть. Видняется скульптура Макар Степановича или маячника, а мы будем двигаться не направо в этот раз, а налево, в сторону центра. Может быть, даже дойдем до мороженка, где покупаем мороженое себе. Но это не точно, потому что ничего загадывать нельзя. Кстати, сейчас в Геленджике буйствует ротовирус. Вот, очень много отравлений, заболевших. Но я смотрю, сегодня прозрачное море, смотри. Видно хорошо. Да, прям вообще сегодня классненько. Вот, по крайней мере, здесь чистенько. Перед вами Алиан. Пляж платный. Без платы вам ничего не попастьненько. Даже если вы будете руководствоваться водным кодексом, они его обошли. Температура воды плюс 25. Приятного отдыха. На самом деле, температура воды намного теплее. 27 точно есть. Может, сегодня мы с тобой на сайте покатаемся? Хочется покататься. Кстати, друзья, кто живет в Геленджике или имеет здесь квартиру, не забывайте, что можно заказать отличную мебель с скидкой от нашего канала, с персональной, от Геленджик Лайф. Мебель очень качественная, классная. Не только кухонные гарнитуры можно заказать. Также всю мебель для дома, в том числе и шкафы-пупе, и тумбочки, и столы. Все, что захотите. Обращайтесь к Михаилу по номеру телефона 8 928 424 8724. Это касается тех, кто живет в Геленджике, Дерноморском, Кабардинке и Новороссийске. У нас есть магазин сейчас в Новороссийске, в Зеленджике. Если что, можно будет прийти, я вам тогда куда? И выбрать для себя оптимальный вариант. Проведут замеры. И пообщаться с дизайнером. Проведут замеры, дизайнер с вами пообщается и сделает кухню вашей мечты или мебель вашей мечтой для дома. Мы проходим сейчас пляж имени, санаторий имени Ломоносова. Вот. Здесь вот он очищается. Давненько я такой воды не видел, на самом деле. Все было как-то мутно, грязно, а сегодня прям водопрозрачная. Да. Это прям гадут. Ну, смотрите, в Геленджике есть свое течение. Бухта очищается приблизительно за сутки с небольшим. Если очень-очень жарко, нет ветра, очищается чуть-чуть подольше. Ну, в целом, получается, как раз, когда вода грязная зашла, сколько, два дня у нас, пробыла она около берега и сейчас течением его выгнала. Вода чистая, можно идти купаться. Я думаю, что нужно это обязательно сделать. Особенно я люблю, вот если даже смотреть, раз выталкиваю немножко дальше, вот за дальние вулки не заплываете, а там водичка вообще прозрачная, чистая. То есть все-таки вот здесь вот, где вот дети купаются, там пока вот видишь, вот у берега мутновато немножко. Ну, немножко, но не так уже, как вчера. Вчера была просто какая-то мутно. Покажи, что вот тут называется пляж Сантре-Романосло. Пляж Эдельвейс вот здесь вот располагается внизу. Смотрите, возвращается Саламандра или Империя. Я их путаю, они в большие кораблики возвращаются с прогулки. Я больше броню. Оно как типа три этажа, а здесь получается не поменьше. Саламандра здесь. Ну, возможно, мы не знаем. Смотрите, здесь находится улица Гуорная. От этой улицы легко дойти до ЗЖК Изумрудный город. Вот уже виднеются его крыши. У нас там сдаются квартиры. Она свободна с 7 сентября. Так что ее можно забронировать. Кто хочет хорошо отдохнуть на первой береговой линии, звоните. Да, в сентябре еще теплое море, отличная погода, бахатный сезон. Сам будет в разгаре. Людей будет меньше, детей еще меньше, потому что все разъедутся по школам, садикам и институтам. Вот. Ну, по институтам даже не дети разъедутся уже. Ну, все равно разъедутся. В любом случае, я люблю больше сентябрь. Сентябрь более чистое море, отличная погода, устойчивая. Вот. Поэтому, да, все можно будет забронировать. Сейчас, для справки, я вам скажу, что сейчас, в августе, цена в узумрудном городе от 8 тысяч рублей за сутки, за квартиру. Да. То есть, ценники поднялись очень сильно. Поэтому я и говорил всегда, что всегда лучше бронировать заранее. Ну, вот те, кто у нас заранее забронировал, они отдыхают за 5500. Так что разница есть. Смотрите, проходим сейчас, будем проходить мимо пляжа Красная Танка. Многие спрашивают, что это за пляж. Это пляж, на котором мы тоже купаемся, потому что он близко к нашему дому находится. Тоже хороший пляжик, можно спокойно искупаться. Не пользуешься услугами пляжа, ни за что не платишь. Очень много людей, да? Много людей. Многие очень любят именно самый пик жары, да? Да. Сейчас бы я не пошел бы купаться, потому что очень легко можно обгореть. Но люди пользуются, получают солнечные загары в этот момент и купаются в море. Я люблю рано утром и поздно вечером. Ну, это я люблю. Таких, как я, мало. Да, у них там, видишь, аниматоры работают. На все пляжи сюда в том числе можно купить билет на день, чтобы услугами всем пляжа пользоваться. Там будут полотенца, дадут лежак. Также будут включены аниматоры, душ, туалет. Все будет бесплатно. Ну, как бесплатно? Все будет включено в эту стоимость билетика. Ну, а мы с вами уже продвигаемся дальше. Проходим шаурма и точка, ресторан-маринад и кота-ученого. Сегодня сейчас в этот пик жары даже нету людей, желающих с ним сфотографироваться. Котик стоит, скучает. Котик уже загорел. Котик уже загорел, да, точно. Ну, конечно, курорт, есть курорт. Знаете, я себя иногда ловлю на мысли, что живу в курортном городе, это круто. Но имеются определенные нюансы, с которыми накладывает на себя город курортного значения. Например? Например, такие как переполненность транспорта, большое количество людей на пляжах. Когда тебе хочется вроде куда-нибудь так тишины и спокойствия, трудно найти такие места. Ну, и, конечно, вот вчера я ехала на автобусе. И могу сказать, что когда люди в мокрых купальниках садятся на сиденьки, не думая о других людях, я опять увидела вот эти вот мокрые сиденья, пустые, потому что люди стояли, потому что уже садиться. Пачкать свою одежду никто не хотел. А так, да, маршрутка была полностью мокрая. Из-за людей, которые ездят в купальниках мокрых. Ну, вот помню, что... И также момент, еще раз говорю, это переполненность дорог. То есть город Геленджик рассчитан был на поток туристов, построенных там в 60-70-х годах, да, то есть как бы проектировался. И получается, что сейчас, конечно, с таким потоком машин передвигаться по городу сложно. Многие просят администрацию сделать такой момент, как, знаете, бесплатные парковки на въезде и выезде из города. Охраняемые, разумеется. Я думаю, что курортный сбор, который собирается, позволяет взять денежные средства и потратить там на зарплату охранника и на организацию этих парковок. Но, по крайней мере, это бы разгрузило город. Потому что я знаю, что многие люди, которые приезжают к нам, они что делают? Они оставляют машины около... Да, где угодно. Да, ну, нет, около дома ставят, и они две недели машина стоит. То есть мы видим, да, кто приезжает к нам в дом отдыхающий. То есть они поставили машинку, и все, и она стоит. Зачастую стоит, не перемещаясь, две недели. Ну, бывает, на дорогах тоже стоит. И на дорогах стоит, да. Эвакуатор у нас не работает в этом году, и в прошлом году тоже не работает. То есть все ставят машину, где хотят. И фактически из-за этого становится больше пробок, движение увеличивается, и сложность объехать кто-то иной участок. Повырец повышается тоже, как средствия к этому. Повырец повышается. В этом году какие-то новые растения на клумбах высажены. Другие, прямо замечательные, отличаются от того, что было раньше. Сейчас приняли закон, не знаю, вы, наверное, тоже в курсе. О том, что дети должны приобщаться к работе, то есть как-то трудовая обязанность детей, что-то типа такого называется. Это значит, что будут доправляться на общественно полезные работы дети за бесплатно. То есть было какое-то время, когда все эти работы проводились за определенное вознаграждение. А тут получается, что дети будут ходить на эти работы бесплатно, без согласия детей и своих родителей. Очень интересно, конечно. Ну, собираются, ну, как бы приняли. Отпускаем. А насколько это будет работать, это еще вопрос. Так. Там какая-то... Отпускаем, отпускаем. Аниматор работает. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Что-то там делают. Еще не все у нас подходят. Ну, что же это такое? Даем дальше. Так, хорошо. Так, так, отпускаем. Молодцы. Аниматор работает. Ну что, что же это такое? Какая-то ножка. Ножка. Какая-то ножка, да? Тридцати ножка. Вторая ножка. Ну да, конечно, вы справились, поплавные, громкие, громкие аплодисменты. Ну что ж, вынимаем ручки из нашей волшебной стены. Теперь вы видите, что у вас вообще такой гад. У вас есть зрение, что же вам попадается в руки. Вы не забываете про то, что вам такие же способности. Фонтанчик работает. Сейчас забрызгает, забрызгает. Да, да, да. За столиком занимается. Не, водичка, кстати, нормальная сегодня. Прям прям... Ну да, можно сходить, можно. Я, наверное, думаю, надо сходить, да, искупаться. Что-то мне там все говорят, что неправильно, я говорю, купаться, купаться, искупаться, что-то мы купеете. Ну, просто и поплавать. Ну что, тогда поехали. Если бы ты говорила, покупаться, это было, наверное, неправильно. А искупаться, ну, наверное... Ну, мы привыкли, как это так говорить. Ну, искупаться в море... Пишите комментарии, кто не согласен. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Хочется также отметить еще один такой нюанс. Вы тоже должны это знать. В Геленджике очень трудно найти квартиру или гостевой дом, чтобы вас заселили на одни сутки. Такого практически нет. Я тут смотрела, да, даже гостиницы. По-моему, даже в Алиане и в Горизонте, и в Русь заселяются только от трех суток. То есть, прежде чем ехать и думать, что вы в Геленджике сможете остановиться на сутки и рассчитывать свой маршрут, таким образом вы сначала узнаете. Вот я точно знаю, что частные гостевые домики, а также собственники квартиры меньше, чем на трое-четверо суток не заселяют. Имейте это в виду и, как бы, на это тоже ориентируйтесь. Вам предложат, если есть такой вариант, заплатить за трое суток, остановиться на сутки. Ну, потому что это, в первую очередь, уборка, которая тоже стоит... То есть, фактически, уборка – это цена одних суток. Поэтому, ну, никакого смысла для собственников в этом нет. Поэтому, чаще всего, да, сходите за сутки заехать, оплачивайте трое, живите одни. Такой подход. Ну, это я рассказываю о том, что чаще всего так происходит. Ну, так происходит, да. Бывают, конечно, исключения. Исключения – это вот если вы по трассе М4 Дон едете, там есть такой вариант. Там люди специализируются на этом, что у них остановятся на сутки, чаще всего, даже там на несколько часов, да, вот как вот мы ездим. Там, да, там заселяют на сутки. Но в Геленджике – это, извините, не, как бы, придорожные, да, отели. Здесь все-таки это курортный город, и даже, ну, как бы, сумма за день, получается... Мы ехали в Багучары, да, мы остановили в Багучарах, мы заплатили сколько, 4 500? 4 500 за сутки, за ночь, за ночь, да. То есть, мы приехали в 8 вечера, а выехали в 6 утра. Ну, опять же, получается, люди же все равно должны понимать, вот, допустим, в Геленджике уборка – это около 3 тысяч рублей, то есть убрать, чтобы квартиру там, чтобы белье поменяли, постирали, вот, то есть, понимаете, 3 тысячи. И, разумеется, если квартиру собственник сдает там за 5, ему просто невыгодно заселять на сутки. Ой, я прохожу и не говорю. Проходим пряж приветливого берега. О, Господи. Если вы хотите пейзаж с видами Геленджика, то я вас с удовольствием нарисую для вас картину. Есть картины в наличии, могу выполнить какой-нибудь интересный заказ. Пишу картины на заказ, в том числе репродукции известных художников, или по фото, то, что вы пожелаете. Вы можете обращаться ко мне по номеру телефона 8 928 424 8724. А пока полюбуйтесь картинками, которые есть. Ну, а всем тем, кто интересуется масляной живописью и хочет украсить свой интерьер какой-нибудь замечательной картиной, то можете обращаться ко мне. Я пишу картины на заказ, а также пишу портреты домашних питомцев, или делаю репродукции известных художников. Есть картины в наличии. Доставка от канала Геленджик Лайф идет в подарок. Это бесплатно для вас. Можно заказать и ознакомиться с картинами, которые есть в наличии, по телефону 8 928 424 8724. Проходим пляж. Пляж отеля Приморье. Вот здесь вот такая вот у них территория этого пляжа. В принципе, он закрытый. Не знаю, пускают сюда или не пускают. Бесплатно раньше говорили таким образом, что посмотрите, вот через волнорез там находится городской пляж. Вы можете сходить и скупаться там. Я вот сейчас наблюдаю за отдыхающими, и я ни у кого не вижу никаких браслетов. Обычно там есть реклама, отдалок, а там любые что-то еще. У них обычно браслеты на руках. Здесь у них одного отдыхающего ниже браслета. То есть, как их идентифицировать, что они именно с этого... Им чип вшивают. Чип? Ну, может, по чипу. Нет, ну, какой-то, видимо, может быть, список имеется. То есть, ты называешь номер и фамилию. Может быть так. Я не знаю, мы это не уточняли. Как бы я, что вот сейчас данный момент вижу, я то и озвучил. Ну, по факту, это закрытая территория. Вот и мужчины. Здесь я у него, да. Роза, да. А их, на них тоже. Да. Бесплатная территория дальше идет. А, можно показать цены в кексе. Выпечка. Круассан 120 рублей, 240. Пирожные, кексы. Вот такие вот цены. А, там. Двигаемся мы дальше. Сейчас, знаете, у нас дома тоже, кто не знает, мы же делали такой мини-ремонт. А у нас, когда мы заехали, у нас была мебель, которую мы привезли из Ярославля. И, как бы, ремонт мы делали под мебель. Соответственно, в маленькой, ну, у нас однокомнатная квартира, мы сделали зону детскую. Можно сказать, практически комнатку размером 5 метров. И там мы установили кресло, шкафчики, ну, то есть тумбочка там. Все было нормально. Значит, сейчас у нас получилась такая ситуация, что, когда мы приняли решение из детской сделать спальню, а Вадика, это наш сын, отправить в большую комнату на диван, мы столкнулись с таким моментом, что пожалели, что чуть-чуть не распланировали более универсально такой момент, как розетки или там чуть-чуть не увеличили комнату сантиметров на 10. Потому что получается, что сейчас мы столкнулись с такой проблемой, как установить кровать. То есть мы ее поставить, хотели, так она у нас стоит, грубо говоря, перпендикулярно входу, хотели поставить ее горизонтально. Ну, не получилось. Параллельно. Параллельно, да. Ну, не получилось. Потому что не хватило 2 сантиметра. Обидно. 2 сантиметра не хватило. Представляете, сейчас ты понимаешь, что это ничего уже не исправить, это надо полностью переделать ремонт. Ну, пока у нас кровать стоит таким образом, как влезло. Комнатку сделали в других тонах. Купили, кстати, тоже краску, заколеровали. И хотим покрасить еще и большую комнату в новый цвет. Обновить, освежить ремонт. Обои у нас были под покраску. Итак, сейчас уже с левой стороны находится пляж Лермонтовский, а с правой стороны Приморье. Ну, вот такой бесплатный пляж. Людей много везде. И здесь... Ну, сейчас это не бесплатный пляж, а частный пляж. Они, как бы, ты можешь пройти, да. Но они, как бы, не горят желанием, когда ты проходишь к морю. На их территорию, не знаю. Не пробовали, не ходили, потому что мы в этой части не купаемся. Ну, вот центральные пляжи общения рассматриваем лично для себя. Я не люблю песок. Я люблю больше. Вот песок люблю я только в Витязево. Вот на Ванапу ездим именно в Витязево для того, чтобы... Есть что-то как-то не очень. Вот Галечку я уважаю. Галечка вообще молодец. Галечка молодец, да. Посмотрите, как тут у нас любят отдыхающие приехать отдохнуть. Посмотрите, что это за свиньи тут посидели. Кошмар. Ну, если честно, вот когда у нас этот... Раньше этот волнорез был без камней. Это было намного чище, я еще раз говорю. Сейчас люди здесь сидят, отдыхают. Посидели, попили, покурили, мусор бросили. Вот, ну, посмотрите. И все вот это здесь лежит годами. Как так можно, я просто не понимаю. Поехали кататься на таблеточках, на бананчиках. Так же, ребята, кто бронировал билеты на банан Родриго? Подходите надевать жилеты. Какой у женщины ровный загар. Посмотри. Просто. Может, у нас вчерашнего дня здесь лежит? Не знаю, я вообще не загораю. Я не люблю загорать. Я предпочитаю, как на море придти искупаться и все. Фонтанчик не работает днем. Людей прям много-много. Вот, мы сейчас с вами подойдем к центральному пляжу, и вы увидите количество отдыхающих. Даже здесь много. Все работает. Раздевалки, переодевалки, душевые, спасатель. Все на пляже имеется. Если бы еще не орущая на всю громкость рекламы, было бы вообще отлично. Экскурсии. Детская площадка «Золотая рыбка». Красота. На самом деле, на улице так вот, ну вот мы идем сейчас, чуть-чуть ветерочек есть, привносит свои определенные моменты, по крайней мере, дышать легче. А так бывает, что прям вот солнышко-нибудь выйдешь, где нет ветра, прям так все чувствует, что тебя там пропекает. Спасатель смотрит. Люди любят песчаные пляжи. Пользуются популярностью. Как мы и сказали, это городской пляж Лермонтовский. Отдыхайте с комфортом. Вот так вот курорт у нас сегодня выглядит. Мы с вами дойдем до центрального пляжа, посмотрим, как там обстановочка. Везде стоят знаки, что движение на велосипедах запрещено. Что ж ты, Посейдона-то не вызвал? Богатырь глава. Здорово, богатырь. Вон охотник конь. Ну да. А то бы конь тебе подкатил. Здорово, богатырь. Коня вызвал. Чебурашка ходит. Пляж тоже. Ну, название. Это мы, как бы там написано, Геленджик спортивный. Ну, все называют этот пляж спортивный. Людей много. Смотри, каждый зонтик с шезоном занят. Практически все занято. Но, кстати, в Геленджике сейчас очень много людей, которые приехали, развернулись из Крыма, приехали, которые убежали из Сочи, Стопсе. И в Геленджике есть. Ну, в этом году прям такой наплыв хороших людей. Но в Анапе, считай, тоже там... В Анапе, Комка. Ну, кстати, да, периодически. Там не везде, там местами тоже. Да. В целом, туда она есть. Ну, здесь вот море мутноватое немножко. Скорее всего, из-за песочка. Песок выносит свои коллективы. Я бы хотела пройти по берегу моря. Сандальку я сниму. Специально одела сегодня то, что можно снять. Прогуляемся по пляже. Джек Воробей ждет своих... Воробьев. Свою команду. На Глорию Корсар. 1200 взрослые, 600 рублей детские. Заживают на империю. Ну, а мы подошли с вами к административному центру города. Вот администрация находится здесь. Ёлочку ставят тоже здесь. Ребят, море на прогон. Время в 13.00. Билеты для питания в Кайфе. Сентрального печала. И белая невеста, и скачки. И белая невеста, и скачки, пока постойки. Это мои подарки. Куда? А, кстати, у нас много спрашивали. Сколько же стоит билет на Комету и на Грифон? Смотрите. Цены? Я думала, что мы не пройдем по берегу. Я хотела пройти по берегу, но я понимаю, что мы это сделать точно не сможем. Посмотрите, сколько людей. Просто людей не хотелось бы напрягать с камерой? Да, просто. Да, много-много людей купаются, наслаждаются морем. Вот такая вот обстановочка на пляже. Да, уж, вообще народу полно. Народа много. А ты туда хотел пройти? Да. Давай, пройдем. Ограничение скорости самоката и велосипеды 5 км в час. Нырение с причала запрещено. И, кстати, рыбалка здесь тоже запрещена. Раньше, когда мы только сюда приехали, можно было спокойно порыбачить здесь. Прийти, взять удочку и порыбачить. Сейчас у нас висит здесь ограничение. Запрет. И уже, смотрите, горы у нас уже не такие зелененькие. Потихонечку начинают желтеть. Хотя еще середина лета. Ну, там какой-то ресторан открыли новый. Мы можем упаяться, а мать пустая. Я хочу, чтобы я ее закрыла. Да. А, это вообще новый какой-то. Ривьера, посмотрите. Новый кораблик. У нас такого не было. Империи нет уже. И Глории. Получилось ривьера. Это смотрите на прогулочку. Собираются люди. Мы пройдем? Мы там одни будем как-то. Там люди будут. Там люди есть. Простые. Ривьера швартуются и туда желающие прокатиться. Собираются. А, империя есть. То есть вместо саламандры получается ривьера теперь. Так что мы с тобой не угадали. Но вообще вот она, да, это была именно она. Да. Потому что империя, она больше, видишь, вот прям здоровенная. А, тут даже четыре этажа есть. Чертый этаж уже веранду. Хорошо-то как постоять. Тут ветерочек дует. Смотришь на кораблики, на море. На малька, который плавает. И чуларочка, которая подрастает. А малек-то вообще смотрит. Да. Такая вот красота вокруг. Ну что, прогуляемся немножко дальше? Ну, да, я ничего не знаю. Зачем? Все, на ресторан. И что? Цен? А, ну давайте цены покажем. Вот здесь прям такой ресторан-то, я вам скажу, прям премиум-премиум. Дорого-богато. Дорого-богато. Как любят в Геленджике. Ну, так. Ну, сразу скажем, мы здесь не кушали. Говорить за качество кухни мы не будем. Мы в целом вообще не говорим за качество кухни, потому что мы предпочитаем домашнюю пищу и домашнюю кухню. Мы живем здесь, как бы смысла особо нет. Вот, знаете, там, делать обзоры, или как у нас блогеры делают бесплатные... Кушают бесплатно в ресторанах. Кушают, 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 работают за еду. Работают за еду. За еду мы не работаем. Если вы хотите, чтобы мы что-то сняли, мы работаем за деньги. Для себя показывайте пиццеры. Итак, посмотрим. Хлеб. Дровяной хлеб. Бородинский или ржаной. 350 рублей. Пицца 490 и так далее. Цены, овощи, десерты. Цены, как везде, на набережной. Ну вот. А фреши подороже на набережной можно подешевле найти. Ну вот так в целом. Посмотрите цены. Перекламу не делаешь. Микорина еще работает с 12 дней до 12 ночи. А, здесь такая фишка даже у них есть. Это их транспорт. То есть ты приходишь к администрации, и они довозят тебя прям до этого. Потому что за такие деньги можно это прокатить. Хотя неизвестно, бесплатно они тебя довозят. А мне кажется, нет. Ну я думаю, что если ты приедешь вместе седе, скажешь, я хочу в Горинск, а потом встанешь возле входа и будешь меню изучать, то он скажет, не, не подходит. Мне кажется, здесь наоборот, которые покушают, вывозят их в город. Потому что иначе бы люди ездили просто так. У нас люди очень умные, хитрые. Могут. Я люблю Геленджик. А вот и корсер пришел тоже. Вот и мы вышли. Пляж центральный здесь находится у администрации. Но опять же, вода сейчас не 22 градуса. Поверьте мне, я не знаю, куда они воткнули градусник, что вода 22 градуса. На самом деле водичка здесь довольно теплая. Сейчас море 26-27 точно есть. Давайте спустимся немножечко на пляжик. Хотя бы просто подойдем к воде. Если это удастся сделать. Судя по количеству людей. Центральный пляж всегда такой самый многолюдный в Геленджике. Меня многие спрашивают, где можно искупаться, где поменьше народа. Ну, поменьше народа я вам показывала пляжи в прошлом видео. Когда сейчас водичка очистится, там можно также будет искупаться. А сейчас здесь, конечно, плащи даже к воде не подойти. Я так предполагаю, не подойдешь никуда. Так, давайте попробуем хотя бы немножечко пройти. Может быть, будет просвет среди людей. Я хоть к воде подойду. Прошу, не подойти. Все закрыто. Да, много людей, много-много. Давай хоть к водичке попробуем подойти. Обалдеть, просто. Может, здесь можно пройти у тебя? Я хочу по воде. Ладно, попробуем. О, какой песочек горячий. Обалдеть, хочу в холодной водичке. Пробиться можно. Продолжение следует. Тепленькое. Тепленькое. Да, тепленькое. 25 градусов больше. Да, теплая. Градусов 26-27. То есть неправильные показания водной воды. Почувствуйте себя отдыхающим на курорте в Краснодарском крае, в Геленджике. Ну, здесь, видите, если писать, что она немножко мутненькая. Продолжение следует... Редактор субтитров мою жизнь. Теперь надо как-то подумать, как отсюда выйти. Спасатели следят. Здесь детская зона огорожена. Чтобы можно было детям искупаться. Так, ну что, друзья. Я думаю, что мы, наверное, будем выходить с пляжа. Народу много. Просто не хочется отвлекать людей от отдыха. Ну а мы сейчас пойдем ножки сполоснем. Потому что песочек нужно смыть. Подготавливаешь один носок. Мой, помыла ноги? На, надевай этот носок. Чтобы не налип новый песочек. Давай сейчас вот здесь вот выйдем. Водичка тепленькая. Для нее классно. Не, здесь-то прохладно, да. Наверное, здесь не меряют температуру воды. Вот то, что там написано. Классно. Это сейчас самый пик. 12 часов, представляете? Людей столько много. Что будет после 12, когда еще придут люди после обеда, часто приходят на пляж. Пляж Центральный плавно перетек в пляж Дельфин. Вы спросите, почему же у пляжа такое интересное название? Все очень просто. Здесь раньше находился аквапарк Дельфин. А в Геленджике раньше было три аквапарка. Самый большой это Золотая бухта. Чуть поменьше Бегемот. И самый маленький это аквапарк Дельфин. Сейчас, получается, в Геленджике остался только один аквапарк. Но зато удобно. Вот по таким настилам можно спокойно ножки помыл, прошел, потом не по песочку, не испачкался и чистеньким вышел с пляжа. Ну а сейчас мы двигаемся обратно в направлении. Очень жарко. Ты хорошо смотришься на фоне. моря, морского пейзажа. Я похож на отдыхающего, потому что... Да. А я похожа на кого? На оператора. Отдыхающего, который нанял себе оператора и снимает себя на пляж. Видите, на пляже много людей, и на набережной тоже много-много людей. Они все-таки довольны, обеляют, отдыхают. Никуда не торопятся, только мы. Потому что у нас цигель-цигель, ай-лю-лю время поджимает, как всегда. В этом и отличие от людей, которые живут, а в Геленджике работают, и тех, которые отдыхать приезжают куда-нибудь на курорт. А, кстати, еще такой момент, как раз сейчас вспомнила. Сейчас получаются очень большие пробки со стороны горячего ключа Архипа Осиповки в сторону Геленджика. Просто люди стоят по три часа и говорят, что трасса М4 тоже довольно загружена. Ну, а вот мы подошли уже к администрации. Здесь раньше находились у нас цветочные часы. Каждый день переставляли цветочки в дату Геленджика, который сейчас находится. Там Геленджик, дата и год был написан. А сейчас просто клумбочка. Первомайский склер очень красивый. Но мы сегодня туда не пойдем, потому что уже мы нагулялись в пожаре. Двигаемся в сторону дома. При заказе завтрака бокал Игрисского в подарок. Ты прикинь. При заказе завтрака уже. Прикольно. Здесь находится Биби Пассаж. Магнит, магнит косметик. Кстати, магнит косметик. Итак, Плотанова аллея перед вами. Мы сейчас спрячемся в тенечек. А пока Михаил ходит за мороженым. Спрячемся. Посмотрите, розочки, как красиво цветут у нас здесь. Вот сейчас. Не оставляйте детей без присмотра. Убедительная просьба. Не оставляйте свои вещи тоже без присмотра. Не доверяйте присмотру вещей незнакомые длицы. Улица Ленина. Здесь у нас находится суд геленджикский городской. Я хотела бы присесть на лавочку. На лавочке все в тенечке заняты. Ай-яй-яюшки. Ну, значит, постоим. Друзья, ну а с вами был канал Геленджик Лайф. Михаил и Виктория. Если вам понравилась наша прогулочка, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Всем пока. Привет из солнечного геленджика. Всем пока.